Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о самых разнообразных, необычных, редких и малоизвестных грузовиках, передовых конструкций для советских вооруженных сил. Они создавались в период благодатных времен 60-х до развала СССР в 1991 году, когда по известным причинам все они уже не выпускались. В то время горяковчане внедряли в войска молотоннажные автомобили и бестолку мучились заменой буханки. ЗИЛ проектировал будущие КАМАЗы и безуспешно испытывал единичные образцы своих вездеходов. МАЗ создал пар перспективных армейских машин, а Уральский завод и ГРАЗ довольствовались грузовиками двойного назначения. Неотличимые друг от друга семейства молотоннажных автомобилей ГАЗ-52 и ГАЗ-53 послужили базой многочисленных фургонов, автоцистерн, коммунальной и специальной техники. На них ставили моторы от 75 до 120 сил, коробки передач с синхронизаторами, гипоидные главные передачи и телескопические гидроамортизаторы. В советской армии эти скромные машины применялись для перевозки в своих кузовах по дорогам общего пользования до 20 человек личного состава, транспортировки мелких грузов, топлива, продуктов, питьевой воды и так далее. Основную долю специализированных исполнений составляли фургоны с деревянной или металлической обшивкой для доставки воинские формирования горячего хлеба на выдвижных лотках, а также охлажденных и замороженных продуктов. Категорию автомобилей топливной службы составляли автоцистерны двойного назначения, топливозаправщики с насосами и емкостями до 4000 литров и маслозаправщик с пятью отсеками для выдачи бензина, дизельного топлива и различных масел. Для воинских подразделений и военных городков была создана упрощенная машина АНМ-53 для очистки выгребных ям и колодцев. В специальном кузове на легком шасси была смонтирована мобильная дезинфекционная душевая установка ДДА-5, а для обработки небольших территорий и помещений горячими растворами служила дезинфекционная машина ДУГ-1, которая ранее базировалась на шасси ГАЗ-51 и ГАЗ-63. В середине 70-х Горьковский автозавод безуспешно пытался создать достойную альтернативу легендарному вездеходу ГАЗ-66, жизнь которого со времен застоя уверенно приближалась к финишу. Впрочем, судьба нового 125-сильного грузовика ГАЗ-33-01 оказалась более суровой. Несмотря на множество безрезультативных доработок, согласований и испытаний, работы по ним упорно продолжались. К 1987 году завод собрал с десяток двух с половиной тонных машин ГАЗ-33-01 с упрощенной кабиной, удлиненной грузовой платформой, лебедкой и типовым кузовом ГАЗ-66. В последний раз одна из них объявилась на осмотре военной части на полигоне в Броницах. В 1969 году по решению правительства ЗИЛ приступил к проектированию бескапотных дизельных грузовиков для выпуска настроившимся Камском автозаводе, основой которых стали опытные гражданские машины ЗИЛ-170, представленные годом раньше. Два пятитонных армейских прототипа 6х6 с кабины от ЗИЛ-170, построенные в 1970-м, успешно прошли государственные испытания. В 1978 году они преодолели пробег на 18 тысяч километров и были приняты на вооружение. В 1981-м под маркой КАМАЗ-43-10 их сборка развернулась в набережных Челнах. Начало разработкам перспективного дизельного семейства ЗИЛ-4334 было положено в 1978 году, когда на серийном ЗИЛе-131 создали опытный 170-сильный вариант ЗИЛ-131М. В то же время появился четырехтонный прототип ЗИЛ-4334М с дизелем V8 мощностью 185 лошадиных сил, синхронизированной коробкой передач, широкопрофильными шинами и плоскими лобовыми окнами с треугольными форточками. В 1979 году на полигоне 21-го НИИ состоялись сравнительные испытания второго образца, два Э-4334 с лебедкой, первого исполнения Э-4334 и машины ЗИЛ-131М, но все они не смогли соответствовать жестким военным требованиям по надежности, эффективности и степени защиты экипажа. Только через 10 лет появился третий вариант 3Э-4334 на шасси ЗИЛ-131М с многотопливным двигателем мощностью 170 сил, новой кабиной и прямоугольными формами капота и передней облицовкой со световыми приборами. Для него был построен бескаркасный кузов-фургон КА-4334 с плоскими скосами крыши и боковыми световыми окнами. Их развитием в 1989 году стал четвертый трех с половиной тонный прототип 433-410 с усиленной рамой и прежним мотором, служивший для буксировки прицепов и транспортировки по воздуху тяжелыми самолетами. Внешне он выделялся укороченной рамой и округлой формой покатого капота с фарами на верхней кромке бампера. В то же время на агрегатах модели 3Э-4334 построили авиатранспортабельный сидельный тягач 443-114 для буксировки 7,5-тонных полуприцепов, который в 1992 году проходил испытания на полигоне 21 НИИ как шасси с макетной нагрузкой. Он отличался угловатой стеклопластиковой кабиной с плоскими лобовыми стеклами и глухой задней стенкой, теоретически обладавшей повышенной устойчивостью к поражающим факторам ядерного взрыва. В середине 80-х Минский автозавод представил образец 11-тонного армейского грузовика МАЗ-63-17 с опытным двигателем В-8 в 330 сил, 9-ступенчатой коробкой передач и удлиненной кабиной. По окончании испытаний предполагалось собрать 12 машин для вооруженных сил Белоруссии, оснащенных силовыми агрегатами разной мощности от 360 до 420 лошадиных сил. Одновременно был готов сидельный тягач МАЗ-64-25 с армейским низкорамным полуприцепом МАЗ-938Б, работавший в составе войсковых автопоездов массой до 44 тонн. В советские времена довести эти перспективные автомобили до серийного выпуска не удалось. Односкатные бортовые 7,5-тонные грузовики Урал-377Н с двигателем в 180 сил, передним мостом от МАЗ-500 и широкопрофильными шинами являлись доработанными, дородно-хозяйственными автомобилями, которые в ограниченных количествах служили в вооруженных силах СССР для перевозки по тыловым путям сообщения всевозможных грузов, амуниции и оборудования для строительства войсковых трубопроводов. Мелкими партиями выпускались отдельные тягачи 377С и 377СН, работавшие в сцепке с полуприцепами-фургонами ОДАС-828 с глухими кузовами. В них размещались аппаратура радиолокационных, штабных и ракетных комплексов ПВО, диспетчерские и автоматизированные командные пункты различных уровней управления. В середине 70-х московский автозавод короткое время выпускал народно-хозяйственный 8-тонный 150-сильный грузовик ЗИЛ-133Г1 с балансирной подвеской задних двухскатных колес. Его планировалось использовать на тыловых дорогах общего пользования для доставки воинских грузов, ремонтного оборудования и элементов понтонно-мостовых конструкций. Малоизвестно, что в 70-е в Кременчуге удалось создать серию грузовиков для доставки тяжелых грузов и монтажа инженерно-строительных надстроек. Ее основой был автомобиль-шасси КРАЗ-250 без лебедки, выполненный на укороченной базе 12-тонного грузовика КРАЗ-257Б1 с 240-сильным мотором и новой кабиной с капотом и крыльями от армейской версии КРАЗ-260. Несмотря на мелкосерийное производство, на КРАЗах-250 грузоподъемностью 14,5 тонн успели смонтировать несколько видов военной техники, уже известной по другим крупным автомобилям. На этом шасси устанавливали доработанные застекленные типовые кузова К-257 с оснащением тяжелых мастерских МШК-1 и МРБД для ремонта в полевых условиях дизельных двигателей и их агрегатов. В аэродромной службе состояла вакуумная аэродромно-уборочная машина В-68 для очистки взлетно-посадочных полос. В специальных закрытых фургонах размещалось оборудование обновленной азотной и кислорододобывающей станции АКДС-70М2, состоявшей из технологической и компрессорной машины с кузовами длиной около 10 метров, вспомогательных грузовиков и автономной электростанции в 200 кВт на прицепе МАЗ-5224В. На КРАЗе-250 перевозили также звенья понтонно-мостовых парков ПМП-М и ППС-84М и монтировали свои бойные агрегаты УСА-М. На шасси КРАЗ-250К устанавливали войсковое и инженерно-строительное оборудование, включая дизель-электрические краны КС-4561АМ, применявшиеся при перезарядке пусковых систем ракетного комплекса С-300ПС. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Телеграме, ссылки в описании. Всем пока!